Дорогие братья и сестры, приближается чистый церкви Эрк, и поэтому я заранее записываю это видео за несколько дней. Есть такое языческое, магическое, сугубое отношение к соли, так называемой четверговой соли. Но к православию это глубокий смысл, который люди в это вкладывают, имеет очень косвенное. На самом деле в Требнике есть молитва на освящение соли, но там же рядом и на освящение меда, яблок и других плодов. Но этим вещам такого смысла глубоко магического не придают, как соли. Почему же соль такая и четверговая? Именно что от всяких злазов, порчи? Нет. От всяких злазов и порчи ограждает Господь посредством исповеди и причастия. Откуда вообще берется эта соль? В древние времена, к тем временам, именно ближе к концу поста, привозили большие залежи, скажем так, соли. Их переплавляли, скажем так, в печи, от чего она рассыпалась при наколении и перемешивалась с углем печи. Потом немного ее омывали, но она становится черной. Почему используют черную соль? Как вот еще в Священном Писании есть места о соли? Есть. Господь говорит ученикам, что где есть соль земли? Потому что если вы не будете солью земли для людей, то не столь будете значимы. Потому что если соль потеряет свои свойства именно, она не будет солить, то она не нужна ее просто выкинуть. И также в Ветхом Завете мы вспоминаем о жене Лота, которые бежали из Содома и Гаморы, и она, обернувшись, превратилась в соляной стоп. То есть здесь, именно уже в контексте того, что она именно солью стала греховной. Как нам относиться к этой соли? Никак. Можете осветить, но она не ограждает от нечистой силы. Мы просто сугубо, более сблаговейно относимся, потому что она священа. Но она не святая, эта соль. И посыпать пороги и тому подобное не нужно. Это язычество. Нужно освящать дом, нужно исповериться и причащаться. Жить с Богом. Тем более, чистый четверг. Это день, когда Господь установил таинство причастия Евхаристии. Сказал, творитесь я воспоминание мою. Аминь.